Здравствуйте! Это программа «Ресурсы». Ближайшие 5 минут обзор экономических новостей. С вами Сабиба Ибусинов. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году она, по оценкам экспертов, снизится до 52,5 долларов, что на 19 долларов ниже предыдущей оценки. Ранее эксперты Морган Стэнли заявляли, что в случае освобождения от санкций Ирана и улучшения ситуации в охваченной гражданской войной Ливии приток новой нефти может ухудшить ситуацию и привести к сильнейшему за последние 30 лет спаду. Казахстанцы стали чаще открывать депозиты в валюте. В некоторых банках доля валютных вкладов физических лиц превышает 80%, сообщает Центр деловой информации «Капитал Киезет». Прошлогодняя февральская корректировка тенге заметно переформатировала структуру депозитной базы банков. Если основываться на данных Нацбанка, на начало июля 2015 года доля валютных вкладов в розничном депозитном портфеле банка РБК составила 87,1%. Цесна банка 80,9%. На 0,1% этот показатель ниже ВТФ банки. Почти по 75% доля вкладов в инвалюте в Евразийском и Каскоме. Фортебанк 64,3%. В Каспи банк и Народном 63,3% и 62,4% соответственно. Портал пишет, что ситуация в банках с депозитами может измениться не в лучшую сторону, поскольку 15 июля 2015 года председатель Национального банка Республики Казахстан Кайрат Килимбетов заявил о расширении валютного коридора по доллару со 170 до 198 тенге. Но, как считает исполнительный директор Ассоциации экономистов Казахстана Улжас Худайбергенов, изменение валютного коридора вряд ли увеличит долларизацию вкладов. По тенговым депозитам уровень доходности выше, чем по валютным. Если изменение валютного коридора предполагает ослабление тенге на 1 тенге в месяц, то доходность тенговых депозитов все равно будет выше на 2%, чем у долларовых. Однако, с учетом падения цен на нефть, возможно, тенге придется отпускать более активно. В этом случае долларовый депозит станет выгоднее. Единственное, что может помешать активной долларизации вкладов, это тенговая гарантия. Этот инструмент не только компенсирует потери тенговых депозитов от девальвации, но также и обеспечит более высокую доходность. По ним подчеркнул экономист. В январе-июне 2015 года взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза составила 7 миллиардов 806 миллионов долларов США, что на 21% меньше, чем за полгода 2014-го, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики. Согласно данным, в том числе экспорт Казахстана в отчетном периоде составил 2 миллиарда 351 миллион долларов и уменьшился на 26,8%. Сократился и импорт на 18,2% и составил 5 миллиардов 455 миллионов долларов. В структуре экспорта Казахстана преобладают минеральные продукты 51,3% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС, продукция химической промышленности 20,3%, металлы и изделия из них 16,7%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары 4%. Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование 30,8%, минеральные продукты 15%, металлы и изделия из них 14,5%, продукция химической промышленности 14%, и продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары 12,9%. Это была последняя информация выпуска нашей программы, доступной на официальном сайте телеканала 24КЗ, следите за новостями, всего доброго.